ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ По мере приближения даты 7 мая, даты инаугурации старого нового президента Владимира Путина, все больше и больше разговоров идет о том, кто, как и каким образом попадет в новое федеральное правительство, в новую администрацию президента и в руководство силовых структур страны. С администрацией президента в принципе все понятно, еще при Медведеве ее укомплектовали теми людьми из путинского окружения, которые скорее всего и сохранят свои позиции, как руководитель администрации Сергей Иванов, как первый его заместитель Вячеслав Володин. Я думаю, что и с силовыми структурами некая ясность уже есть, если речь идет о федеральных службах и агентствах, не о министрах. А вот интрига насчет замещения должностей в будущем правительстве Дмитрия Медведева набирает обороты. И в марте пошли разговоры о том, что не только люди должны поменяться в правительстве, но и сама его структура претерпеть существенные изменения. В частности, должно быть, якобы было бы создано некое новое сверхминистерство инфраструктуры, которое возьмет значительную часть полномочий от Министерства транспорта, связи, топлива, энергетики, регионального развития. И что возглавит его некий сильный федеральный политик-суперминистр. Разговоры ходили в частности о Сергее Шойгу, но он уже благополучно ушел на должность губернатора Подмосковья. И, судя по всему, кандидатуры не нашлось, и от планов по созданию нового суперминистерства, Министерства инфраструктуры Российской Федерации решено отказаться. Тем самым обострилась интрига за то, кто станет новыми министрами связи, министром транспорта, министром топлива и энергетики. Последний пост особенно значим, исходя из статуса России как энергетической сверхдержавы. Громкие эти слова на самом деле прикрывают сугубо сырьевой отсталый характер российской экономики, что и выражается в системе российского экспорта и импорта в товарообороте во внешней торговле. Экспортируем сырье, нефть, газ, лес, продукцию первичной переработки металлов. То есть все то, что добывается из наших недр, имеет низкую добавленную стоимость, а импортируем высокотехнологичные предметы, машины, оборудование, все то, что имеет высокую добавленную стоимость. И, соответственно, эта самая сырьевая империя, а точнее сказать сырьевой предаток развитых империалистических держав, живет за счет экспорта энергоносителей, и должность министра, который за это отвечает, является действительно ключевой. Так вот, ходят слухи, что на этот пост планируется посадить ни много ни мало, как киндер-сюрприза Сергея Кириенко, бывшего кратковременного премьер-министра на излете Ельцинщины, автора дефолта, автора ограбления граждан благодаря резкому обрушению курса рубля в августе 1998 года, ныне возглавляющего концерт «Росэнергоатом» и крупного специалиста по допущению частных инвесторов, все речь о приватизации и распродаже объектов в сфере топлива и энергетики. То есть так же, как он был не менее крупным специалистом по той же теме в структурах Нижегородской области, когда работал в Горьковском еще обкоме комсомола, а потом в бизнес-структурах, или как он курировал процессы приватизации, будучи президентским полпредом у Путина в Приволжском федеральном округе. Не лишне будет напомнить, что между этим он занимал должность руководителя фракции Союза правых сил в Госдуме, будучи самым либеральным, самым правым прикрытием политики Путина, Грефа Кудрина, которые в те годы действовали, а они, впрочем, действуют и сейчас по праволиберальным рецептам, и, соответственно, возвращение господина Кириенко в федеральное правительство на столь значимый пост может послужить еще одним подтверждением того, что новый экономический курс Путина будет на самом деле старым, то есть либерально-рыночным, враждебным интересом трудящегося большинства российских граждан. Еще одним подтверждением этого явилась дискуссия о пенсионном возрасте. На днях специалисты Министерства финансов обнародовали очередные концептуальные свои предложения на сей счет. Предполагается с 2015 года установить пенсионный возраст в 63 года для женщин и в 63 года для мужчин. То есть, чтобы соблюсти гендерное равноправие по Минфиновски. Никаких там различий, мужчины в 60, женщины в 55 уходят на пенсию, как сейчас. Нет, все должно быть одинаково, все в 63 года и начиная с 2015 года будем поэтапно повышать. А может быть еще и до 2015 года, коли политическая конъюнктура позволит. На фоне такого рода предложений совершенно очевидно становится, какова цена предвыборным обещаниям Путина. Громким словам деятелей Единой России, например, того же Андрея Исаева, о том, что пенсионный возраст повышаться не будет. И все это – происки злокозненных либералов. Как ни странно, эти самые злокозненные либералы окопались в Министерстве финансов Российской Федерации. Их прямое непосредственное начальник, председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин, не только не пресекает, но и даже не стремится их уволить занимаемых должностей. Как известно, молчание – знак согласия. Если Путин по этому поводу молчит и никаких организационных мер к авторам подобных нововведений, никаких оргвыводов по итогам подобных предложений не делает, значит, в глубине души, я думаю, он с этим согласен. И, соответственно, это еще одно важное, весомое для большинства наших граждан подтверждение прорыночного права либерального курса. Не за горами месяц июнь Российская Федерация в полном объеме вступит в ВТО, и плоды этой авантюристической рыночной политики по рецептам кудри нагрева Гайдара Чубайса, осуществляемой Путином и Медведем, ощутит на себе каждый гражданин. Прежде всего в том, что будет касаться разрушения сельскохозяйственной сферы в России, угрозой продовольственной безопасности страны. Те меры, которые, скажем, Китайская Народная Республика и ее руководство выторговала у крупных империалистических держав при вступлении в ВТО, российским переговорщикам, российским властям выторговать не удалось. И, соответственно, значительная часть российских отраслей, банковская сфера, находится под угрозой. Но самая большая угроза нависает над отечественным сельским хозяйством. Смотрите сами. Отсутствие дотаций, заградительных пошлин и многого иного приведет к появлению дешевого импорта продовольствия, прежде всего мяса. На первых порах, может быть, даже килограмм говядины или свинины подешевеет на 5-10 рублей. Но только на первых порах. За счет этого обрушится рентабельность отечественного сельскохозяйственного производства, особенно в сфере мясного животноводства. Вслед за производством упадет рентабельность переработки. Затем и торговые сети вынуждены будут отказываться от отечественной продукции. И когда отечественные товаропроизводители, в частности производители мяса, молока, не смогут по указанным выше причинам, в силу низкой рентабельности, конкурировать с иностранцами, они вынуждены будут сокращать производство. Сокращение этого производства приведет к увеличению доли импорта среди продуктов питания, которые потребляют граждане нашей страны. И в конечном итоге иностранные товаропроизводители, которых свои собственные буржуазные правительства поддерживают, в отличие от буржуазного российского правительства, не поддерживающего наше село по факту, станут монополистами на нашем рынке. И смогут диктовать цены, которые, несомненно, после этого взлетят. И смогут, что не менее опасно, чем рост цен, диктовать российским властям правила игры во внешней политике, во внутренней политике, в финансовой сфере, подавливая на них костлявой рукой голода. И то, что не получилось у империалистических держав по отношению к советской России в разгал голода начала 20-х или начала 30-х годов, вполне может получиться у нынешних хозяев глобального мирового финансового рынка по отношению к нынешней ослабленной буржуазной России. И это еще одна опасность, о которой надо говорить прямо. Это еще одна угроза, которую несет нашей стране правительство премьер-министра Медведева, а фактически президента Путина, поскольку совершенно очевидно, что ни по влиянию, ни по полномочиям, ни по авторитету господин Медведев с ним конкурировать не может. То, что за Путиным остается последнее слово, показала и недавняя торжественная церемония в Кронштадте, когда открывали, освещали, завершали строительство, реставрацию Кронштадтского морского собора. Там был гражданин Гундяев Владимир Михайлович, миру патриарх Кирилл. Там была Светлана Медведева, президент фонда, который занимался восстановлением народной нравственности, духовности, в том числе и восстановлением таких святынь, как Кронштадтский морской собор. Там был, наконец, ее муж Дмитрий Анатольевич Медведев, которого некоторые злые языки именуют не иначе, как Дмитрием Беспомощным, и куча всяких региональных и федеральных чиновников. Все они торжественно ходили под руку с Гундяевым. Он им объяснял, показывал, совместно молились. Не было только одного лица. Премьер-министр Российской Федерации и нового избранного президента Владимира Путина. И, в общем-то, я так думаю, что это своеобразный, такой хитрый, византийский, выверенный ответ на все просьбы Владимира Михайловича Гундяева, высказанные им в беседе с послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации господином Макфолом. Совершенно очевидно, что премьер-министр, он же национальный лидер, он же будущий президент, заинтересован в одном – показать, что в монопартийском государстве может быть только один хозяин, только один национальный лидер, только один духовный лидер, только один политический лидер, только один, говоря современным языком, решальщик вопросов. И все остальные претенденты должны это понять. Примерно так, как это уже понял Дмитрий Анатольевич Медведев. И, видимо, процесс осознания этого простого, нехитрого факта сейчас проходит и Владимир Михайлович Гундяев. Итоги этого процесса, я думаю, мы скоростью увидим. Ну, а что касается перспектив рабочего, профсоюзного, забастовочного, социального движения, то они налицо. Скажем, сегодня в нашем городе уже была акция студентов против платного образования. Точно такие же акции проводятся по России. Я знаю, 22-го аналогичная, 22-го апреля аналогичная акция в Брянске. И очевидно, что социальный протест учащихся молодежи, трудящихся лиц наемного труда будет нарастать. Как ответ на вступление страны в ВТО, как ответ на политику либеральных реформ в сфере образования, здравоохранения, как ответ на очередное издание политики приватизации, политики наступления на наши права. Той самой политике, которой все честные граждане, коммунисты во главе их, должны противодействовать, противодействуют и будут противодействовать и против. Субтитры создавал DimaTorzok